В конце 2019 года General Motors начала модернизацию полноразмерной линейки Chevrolet, Cadillac и GMC, начав с Chevrolet Tahoe и Suburban. А теперь явило миру и новый GMC Yukon и длиннобазный Yukon XL. Технически это копии Tahoe и Suburban, завлекающие американскую аудиторию более премиальным позиционированием. Различия между машинами под марками Chevrolet и GMC преимущественно внешние. Yukon имеет оригинальное оформление передка, причем свои у него не только фары и решетка радиатора, но также капот и крылья. В новом поколении отличается также задняя светотехника. У Yukon есть дополнительные секции на пятой двери. В салоне разница сводится к иному дизайну руля и мелкому декору. Опционально доступен Power Setting Center Console, то есть крупный бокс между передними сиденьями, который можно сдвинуть на 25 сантиметров. Около 60% покупателей Yukon выбирает роскошное исполнение Denali. Эта версия обрела полностью хромированную решетку Галвана, особенную светотехнику, 22-дюймовые колеса и эксклюзивный интерьер с ручной отделкой кожей и деревом. Оригинальная передняя панель с широким козырьком, а экраны медиасистемы и центральные дефлекторы вентиляции поменялись местами. Yukon Denali имеет иные передние кресла с отделкой из дорогой кожи и вставкой из деревянного шпона. Длина стандартного Yukon выросла до 5334 мм плюс 155 мм. Колесная база достигла 3071 мм плюс 127 мм. У XL-версии длина составляет 5720 мм плюс 23 мм и 3406 мм колесная база плюс 104 мм. Объем багажника в трехрядной конфигурации 722 литра плюс 289 литров. Со сложенными креслами 3480 литров плюс 798 литров. У XL в трехрядной конфигурации 1164 литра прибавка 51 литр. А со сложенными креслами 4097 литров. Прибавка в 651 литр. Внедорожная версия Yukon 94 имеет иную решетку радиатора, матовый декор вместо хрома, скошенные ради лучшей проходимости бамперы, силовая защита снизу и вседорожные шины. Пневмоподвеска с диапазоном регулировки дорожного просвета в 102 мм входит стандартную комплектацию, тогда как для других версий это опция. В самом высоком положении угол въезда достигает 32 градуса. Как и Тахо, новый GMC Yukon имеет независимую заднюю подвеску вместо прежнего неразрезного моста. На выбор три двигателя. Рядный шестицилиндровый турбодизель Dura Max объемом 3 литра, 281 л.с. и 623 Нм. Бензиновые атмосферники V8 прежние, но они подверглись небольшой модернизации. У них непосредственный впрыск топлива, фазовращатель на единственном распредвалу и система отключения части цилиндров от 1 до 6 при низких нагрузках. Основным остался мотор объемом 5,3 литра, 360 л.с. 519 Нм. А вот для топ-версии Denali, предназначен двигатель 6,2 литра, 426 л.с. 623 Нм. Все версии имеют 10-ступенчатый автомат, разработанный совместно с концерном Ford. Простые версии с задним приводом. За доплату предложена полноприводная трансмиссия с муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей. А отдельно можно заказать электронно-управляемую блокировку заднего дифференциала. Новые Yukon'ы выйдут на рынок США летом. До нас машины под маркой GMC, не доберутся. Нам же рассчитывать можно только на Тахо. Следующим в пятой поколении шагнет Cadillac Escalade, чья премьера в Лос-Анджелесе назначена на 4 февраля. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok